Доброго утра и хорошего настроения! Все пассажиры корабля никогда не видели своих родителей, не знают своих корней и попросту не могут скучать по земле. За старшего в экспедиции воспитатель Ричард, который с самого начала курировал проект и вызвался полететь в космос вместе с детьми. Сама суть экспедиции встает под угрозу, когда будущие переселенцы узнают, что скрывает от них командование и какие секреты есть у Ричарда. Первая ассоциация, которая приходит в голову во время просмотра поколения Voyager, это Дивергент. Также проект режиссера и сценариста Нила Бергера. Собственно, и основы там схожие. Приключения подростков в условиях постапокалиптической реальности. Однако в поколении Voyager упор на антиутопию значительно слабее, а на передний план выходит проблема детской агрессии. Проблема весьма актуальная и довольно часто поднимаемая в серьезной литературе. Критики уже между собой окрестили фильм, как повелитель мух в космосе. Однако аммаж в сторону английского романа – лишь условность. В рамках социально-кинового эксперимента зритель видит, как в условиях тотального контроля и полнейшей изоляции люди сходят с ума, теряют человеческое начало. Но вот только когда подростки обретают свободу и выходят из-под контроля, жизнь становится еще хуже. И еще вчера смиренные овцы, сегодня уже стая безумных волков. Какой можно сделать из этого вывод? Людмила сделает не наличие эмоций и чувств, а возможность мыслить разумно. Стоит особенно выделить весьма удачное сочетание картинки и операторской работы в целом с музыкальным оформлением. Саундтрека, как такового, в фильме нет. Но, скажем так, набор фантастических звуков и отдельные дорожки очень точно подобраны под происходящее на экране. Компьютерные эффекты недорогие, но очень качественные. Что касаемо актерского состава. В проекте задействовано несколько молодых актеров, подающих надежды. 23-летний Тай Шеридан получил премию в Венецианского фестиваля в 17 лет. А в год у него выходит по 2-3 фильма. Его герой Кристофер получился самым собранным и четким. Он постоянно думает о важности своей миссии и пытается удержать остальных от непоправимых ошибок. Хочется отметить работу дочери Джонни Деппа Лили Роуз Депп. Правда, сказать тут особо нечего. Ее селло укладывается в грустный и скучный образ девушка главного героя. И размахнуться, несомненно, талантливой юной актрисе негде. Я однозначно рекомендую фильм к просмотру. Тут есть над чем подумать. А сейчас я предлагаю ознакомиться с трейлерами фильмов, которые стартуют сегодня в Югорском кинопрокате. Это военная драма «Девятаев» и мультфильм «Упс, приплыли». Новая глава. Величайшие истории всех времен. Упс, приплыли. Если вы не согласны со мной и хотите обсудить новые фильмы, оставляйте свои сообщения на страницах программы с 7 до 10 в социальных сетях. Всем приятного просмотра.